Всем привет! Сегодня покажу вам просто потрясающую однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Я гарантирую, такого интерьера вы еще не видели. Сначала он кажется немного строгим, но потом вы видите в этом интерьере столько разных деталей, которые завершают образ, делают его невероятно стильным и красивым. И из этой квартиры просто не хочется уходить. Как создавался такой интерьер? С нами сегодня поделится хозяин квартиры Сергей. Он воплотил здесь все свои идеи, поэтому выпуск будет очень полезный. Идем скорее смотреть. Это невероятно красивая квартира. И я правда не видела таких интерьеров. Как это получилось? Рассказывай. Ну, основная цель это было сломать шаблоны. Само место, в принципе, подразумевает это сделать, потому что еще несколько лет назад на этом месте просто был Финский залив. Это абсолютно новая территория. И хотелось тоже показать что-то в квартире, то, что еще никто это не видел до этого. Образ очень интерьера сам сложный. Из каких деталей он вообще складывался? И я знаю, что ты работал с дизайнером. Да, все так. Ну, основная была идея в том, чтобы из стандартной планировки, которая включала две комнаты и кухню, сделать что-то подобное, как в загородном доме большой зал и спальня, чтобы чувствовался объем. Ну, вот это сейчас здесь чувствуется, я согласна, потому что кухня-гостиная просто огромная по площади. Подожди, если планировка, мы говорим, вот здесь, наверное, да, была стена? Все верно. И это были две стандартные комнаты. И там спальня сзади. Вот какую ты здесь роль выполнял? Потому что у тебя работал дизайнер, но ты мне сразу сказал еще до съемок, мы с Сергеем обсудили, что это была именно совместная работа, а не просто, что тебе сделали проект и все, а ты только там деньги вложил. Моя роль заключается в том, что я имею огромный опыт в строительстве, и хотелось все, что уже наработано, применить на 65 метрах. Это, по-моему, прекрасно удалось. Конечно, это все не без помощи дизайнера, и он внес свой леп туда, но основные решения, это были придуманы мной, и просто мы их вот воплотили, как вот воплотили, мы сейчас посмотрим. Все посмотрим. Ну, я теперь поняла, почему кажется, что образ интерьера такой немного мужской, потому что ты его автор, можно сказать, это были твои идеи. Тогда мне все ясно. Ну что, перейдем, наверное, мы к кухне, потому что я такого еще не видела. Ну, впечатление, как будто это кухня из какого-то глянцевого журнала. Ну, вот так, прям сразу так и скажи, как есть. Я бы сказал, основное, эта кухня просто ломает стереотипы. Да, потому что это просто один остров, и это вся кухня. Где все остальное? Да, мы сделали своего рода такой арт-объект в обычной квартире, но при этом функциональность абсолютно сохранена, и даже, я бы сказал, это более удобно, чем в классической кухне. Вот, например, здесь у нас, получается, встроен холодильник. Плита, шкаф три в одном, на самом деле, тут и пароварка, и... Классно. Все экономит сразу пространство. Там хранение, да? Да, 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 там хранение, а для тех, кто уж совсем такой изысканный, можно здесь предусмотрено, можно врезать еще кофемашину, потому что вода там уже электричество подведена. То есть, на всякий случай это... Да, я предусмотрел, да, чтобы здесь мы могли сделать еще дополнительное. Но вот это основное уже есть, СВЧ и духовка. Мне очень нравится этот декоративный шкафчик с бокалами, вообще так классно выглядит. Только я пока не понимаю, как вы это все встроили туда, в нишу, и почему это как будто бы не в Робинце стеной сделано, а есть выступ. Да, то есть, планировка такова, что до этого шкафа за ним идет несущая стена, а здесь была просто перегородка. Поэтому мы ее сдвинули и могли углубить. Утопили туда технику. Да, визуально кажется, как единый блок. В принципе, тоже очень функционально, пользоваться удобно. Ну, теперь переходим к этому главному герою. Это остров. И здесь есть все, и мойка, и даже какая-то волшебная плита. А где вытяжка? Да, вытяжка в плитке. Ого! Да, это Элика, она итальянская фирма, очень крутая. И, в принципе, все здесь достаточно работает, удобно. Можно просто включить эту вытяжку. И она абсолютно точно все затягивает. Пробовали. Пользоваться вообще одно удовольствие. А, я думала, она сейчас куда-то выйдет, я такая жду. Нет? А внутри угольный фильтр? А-а-а! Все отбивается из полосы, он в чистый воздух. То есть сюда забирает, наоборот, весь воздух? Да, да, да. Вообще классно. Это супер решение, и просто по-другому уже, я считаю, что делать нет смысла. Вот вытяжку городить, тогда все едет вся... Ну, поэтому и получилось вот это ощущение, как будто мы не на кухне, потому что здесь даже вытяжки нет, нету кухни с верхними шкафами, нет вытяжки, а просто одно такое большое пространство для отдыха. Очень здорово. А это дорогая плита? Не помнишь, сколько стоила? Она стоит порядка 150, и еще к ней фильтр и так далее, еще около 20, в общем, все где-то на круг 170 тысяч выходит. Вот, не дешевая, но в угоду дизайна и функциональность тоже у нее сохранена, поэтому... Такие элементы и делают интерьер отличным от других. Покажи нам хранение в острове, что здесь есть? Так, ну, вообще здесь есть все, что вообще необходимо, да? Ну, подмойка классика, просто... О, так это выдвижное мусорное ведро, классно! Классно! Вот, теперь самое важное, то есть это вот... Для приборов, такой широкий ящик. Да, здесь, соответственно... Оно какая-то маленькая посудомойка? Такая урезанная версия. А почему такую сделали? Ну, рассчитано на двух человек, не больше квартир, а тут конкретно для двоих хватает. А удобно им пользоваться? Да, это очень удобно. Причем самое интересное, можно быстренько переставлять туда-сюда. А, здесь сушка! Ну, подожди, нам ты так все быстро показал, мне надо все разглядеть. Это же как удобно, отсюда взять тарелки и сразу сюда поставить. Да, абсолютно. Обалдеть, очень функционально. И, соответственно, еще пару шкафчиков, такие уже просто можно чай-кофе сюда здесь хранить. И просто какие-то еще дополнительные. Ну, да, для хранения. А, слушай, а остров, он с другой стороны, там нет никакого хранения или есть что-то? Да, с другой стороны тоже, да, он широкий, поэтому... А, вот, я и хотела спросить. Вот, да, и, соответственно, есть тут тоже ящики для хранения. Так вот, и вот они верхние шкафы кухни перешли в остров. Да, да, тут полно, тут 4 ящика еще дополнительные. Класс. Что за материал на кухне, ну, на фасадах? На фасадах это та же плитка ламена, она просто наклеена на поверхность вот с... Так можно делать? Да, 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 да. Ого! Точно, вот она тоненькая. Ну, сами не пытайтесь, надо к профессионалам обращаться. Вот, но, да, это можно сделать. Это очень практично. То есть, так же неубиваемая плитка, она полностью обернута со всех сторон. И, ну, по сути дела, этот остров будет служить вечно. Да, мы еще его так визуально как будто подвесили. Да, подсветочка есть внизу. Да, да, да. А это была твоя идея вот так интегрировать обеденный стол в остров? Да, это была моя идея, которая, в принципе, берется от нас мутанности. Я как-то был на выставке в Милане, в Италии, и меня просто вдохновила там потрясающая у них фирма, которая производит вот кухни. И вот интеграция острова со столом, это вот сейчас такой топ в Италии, и хотелось и в Россию привезти это. Выглядит действительно вот стильно и таким единым целым сразу выглядит. Еще и то, что столешница толстая. Ну что, теперь мы перейдем в гостиную, видимо, через балкон. Ты его присоединил сюда, так здорово. Но вот эти, это несущие, да, остались стены? Да, оставили несущие стены, да, чтобы не нарушать тут архитектуру здания. Вот, и что сделали, это просто утеплили весь балкон, все стены, потолки, полы. Остекление, наверное, да? Остекление поменяли, да, остекление там, допустим, порядка 100 тысяч стоило заменить. Еще столько же само утепление балкона, то есть вот за 200 тысяч мы получили плюс 3,5-4 квадратных метра к жилому пространству. Вот, это абсолютно уже полноценная часть квартиры. Вот, еще по плану в дизайн-проекте было здесь поставить стекло, вот, перегородку стекла, но в процессе уже эксплуатации отказались. Поняли, что не нужно, да? Да, ну абсолютно не нужно. Здесь удобно курсировать можно с кухни телевизора по кругу, вот. И вот этот круг прерывать не хотелось. Так, ну и тут вся гостиная, это, в принципе, огромный диван. Почему такое решение? Да, но решение родилось не случайно. Я часто путешествую, и когда вот где-то мы снимаем вилы, да, то есть я уже заприметил, что сейчас такой москайфод сделать двухсторонний диван. На одна часть обернута, там, допустим, телевизор или камина, где можно прилечь. Вторая часть обернута в кухонную зону. Вот какой смысл. Я сначала, кстати, не уловила, а тут получается он такой, как распушонка на две стороны. Да, и можно отлично сидеть здесь, разговаривать, кто-то готовит, кто-то сидит напротив, вот, идет какой-то диалог. Вот, это просто мой рекомендацион всем так делать. Так, раз рекомендацион, скажи, где ты купил такой диван, и вообще он очень дорогой? Нет, на удивление, диван совершенно стоит небольших денег, там порядка 160-170 тысяч, вот это все вместе. Еще одно классное оформление стены, это зона с ТВ. Что здесь сделано? Ну да, ну, как-то просто вешать на белую стену телевизор, это уже такая классика. Это банально, и он выглядит черным квадратом и некрасиво, а у тебя получилось красиво. Да, хотелось как-то, да, придать этому всему такой объем, вот, и за счет такой шпанированной, вот, шпанированного панно, вот, мы просто сделали сюда подсветку за него, что придаст, ну, вот этой структурной стене, там, ну, вот, как бы, игры цвета будут выделены, вот. А что это на стене? Это штукатурка, она какая-то такая прям очень-очень грубая. Да, да, это вот такая штукатурка под камень. Вот, только хотелось сказать, что возникает ощущение, как будто это камень на стене, и вот так и есть. Да, как природная скала такая, вот, и, но такая не сильно такая выделяющаяся фактура. Вот, очень красиво в вечернее время, когда включается подсветка, то есть вот все это там заиграет совсем другими красками. А вот расположение шкафов вдоль всей стены и арочный проем, вот это не классика в этом интерьере. Да, 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 да. Это что, можно я пооткрываю? Это для хранения здесь все. О, такой хохосблок, да? Да, сюда можно сделать гладильную все, да, там же есть розетка, чтобы можно было утюг там выдвигать. Вообще, как все... Ого, вот где все это спряталось, неожиданно. Да, в ванны мы еще доберемся, там для этого места не нашлось, но здесь вполне, это хорошая техника, она абсолютно бесшумная. Вот, вот это вот сушильная, соответственно, машина стиральная, да. Пробовали, потрясающе все сушит, вот. В принципе, можно про сушилку забыть. Так, через эту прекрасную арку мы идем в спальню, но по дороге остановимся и посмотрим коридор. Он на этом месте так все здесь и было, да, или то, что ты его как-то расширял, сужал, что с ним делал? Нет, мы просто поделили, так скажем, на зону вот такого входа, да, и вот коридор. То есть это у нас будет называть холл, вот, он как раз выделен тут вот тоже, тоже уже небезызвестным вам именам. И шпонированный шкаф, который просто интегрирован в стену, и на первый взгляд даже непонятно, что это шкаф. За счет вот таких вот решений дизайнерских отбор. Обычно вот эта часть красится просто краской в цвет стены, а ты здесь это сделал шпонированной панелью, ну, то есть тоже. Самое, что шкаф. И в итоге возникает вот это ощущение единения стены. Да, да, так мы четко отрезали вот эту зону, холла и коридор отдельно. Классно, что здесь везде сделана подсветка по контуру, потому что коридор такой темный, и появляется эта подсветка, и сразу красиво все выглядит. Здорово. Да, да. Я думала, спальня будет меньше по своим размерам. О, она такая просторная. Да. Ты здесь что-то переносил, стены какие-то менял, или она такая была? Да, нам пришлось, вот здесь на месте этого шкафа проходил как раз перегородка. Ага, то есть вот она меньше была, она получается на глубину шкафа. Да, на глубину шкафа пришлось это двинуть в ущерб санузлу, но мы еще до него доберемся, там все отлично получилось в итоге. Вот, был раздельный санузел, он теперь совмещен. Угу, но учать позже, не торопимся. Вообще, если смотреть по материалам, то получается все повторяется, все, что мы видели в гостиной, в кухне-гостиной. Даже изголовье кровати, можно сказать, это плитка. Да. Кровать – это тот же материал, букле, что диван. И шпон тот же, что и во всей квартире. Все верно, да. Единственная разница лишь в том, что здесь выбрана темная тематика. Это южная сторона, и света тут очень много. Я думаю, что в этой комнате очень много света, потому что ты присоединил балкон, и весь свет от панорамного окна запустил сюда. Да, еще мы при этом добавили объема. Конечно, стоп-полезные площади. И без того уже и маленькой спальни, но она кажется теперь еще просторнее. И в принципе… Ты здесь делал рабочую зону. Да, здесь, ну, рабочая зона, да, просилась просто на это место. Единственное, что, конечно, работать вот с таким видом не у всех получится. Очень сложно, очень сложно. Тут такой красивый вид на Финский залив. Я, знаете, даже представила, что это квартира на море. Потому что очень похоже. Вот мне кажется, это просто must-have какое-то. Просоединение балкона сейчас к нашим квартирам, потому что, ну, всем нужна дополнительная площадь, и она никогда не будет лишней. Можно его вот так функционально использовать. Давай посмотрим эту просто идеальную ванную комнату. Как красиво! Я бы сказала, что здесь нет вообще ничего лишнего. Да, это у нас отдельная гордость в этой квартире. Как это сделали? Расскажи, что это за материал на стенах. Это тоже плитка, ну, плитка, да, раз это ванная. Да, здесь использован тот же ламинат, только другого цвета. Но с той же фактурой рисунком рельефной. С той же фактурой, да, рельефной, вот, красиво-потрясающей. Использована довольно-таки дорогая сантехника. У меня теперь вопрос к тебе, как к строителю. Как получилось сделать душевой поддон вровень с полом? Ну, то есть, его, в принципе, нет, только душевая дверка. Да, на самом деле, все довольно-таки несложно было. Здесь в квартире изначально была стяжка 80 сантиметров высотой. И мы, собственно, с этой стороны раздолбили эту стяжку. И это дало нам возможность чуть ниже. Ну, залили заново, гидроизоляция. И там стояк неподалеку, поэтому хватало места, чтобы не вырезаться. И тем самым не делать никаких поддонов. Ого, ну, тут душевой поддон такой, да, длинный, чтобы точно вода вся утекала. Утекает вода-то, да? Да, вода прекрасно утекает, да, его как раз хватает. Конечно, смотрю я на такое решение, и мне становится страшно. Потому что я понимаю, что стоит только что-то не рассчитать, и будет дома катастрофа. Поэтому, конечно, это нужно повторять с учетом, что у вас будет... Либо вы строитель, как Сергей, либо у вас профессиональные строители. Это точно. Для меня это идеальная ванная комната с точки зрения использованных материалов. Это просто бежевая плитка, вот с такой красивой рифленой поверхностью. И заметьте, она не выглядит как-то скучно или однообразно в этом интерьере. Именно за счет использования этой рифленой поверхности. И уже просто к ним в комплекте идут черные линии деталей в сантехнике, и которые добавляют свои нужные штрихи индивидуальности здесь. Конечно, стена со штукатуркой тоже добавляет особого шарма. Но даже если бы ее здесь не было, то все равно было бы очень стильно. И еще одна деталь, которая делает эту ванну такой красивой, это вот такая ниша рядом с инсталляцией. И поверьте, это можно сделать в каждой квартире, где вы делаете инсталляцию. Потому что на эту глубину вы наращиваете в любом случае стену. А здесь можно сделать нишу с подсветкой, и это выглядит очень дорого. Вот смотрим сейчас, ходим в твою квартиру. Я понимаю, насколько она сложная с точки зрения вообще всех решений. Будь то освещение, подсветка пола, разные проемы, перенос, арки и так далее. Все выглядит единым целым. И я думаю, это же какая работа здесь проделана? И, наверное, ты очень долго делал этот ремонт. Да, действительно, здесь очень много сложных решений, но при правильном подходе и при хорошем дизайн-проекте вот такой ремонт на 65 квадратных можно сделать всего за два месяца. Да ладно! Студии делают за два месяца, и самый простой ремонт, чтобы это был. При условии все-таки, конечно, что-то, конечно, профессионалов, работа. Вот здесь, конечно, два месяца не нужно. Ты здесь вместе со строителями, что ли, жил с утра до вечера и тут гонял, чтобы они все делали четко и как. Необходим контроль, но вот именно рабочие дни нужно порядка 60, чтобы сделать вот такую красивую. Вот так вот. Попробуйте повторить за два месяца такой интерьер. Сергей, спасибо тебе большое, что показал свою просто невероятно красивую, стильную квартиру. И мне было очень приятно, я на знакомство, и мне очень хотелось показать всем зрителям, что можно сделать в обычный, на первый взгляд, в том числе квартиры. Вот такое вот произведение искусства. Какой ты молодец! Я хотела думать по произведению искусства, он сказал это сам. Подписываясь под всеми словами, я ни разу не видела еще такой квартиры, и она действительно уникальная. Пишите ваши впечатления в комментариях, ждем ваши вопросы, что понравилось вам здесь больше всего, и, конечно, только лайки. Всего доброго! До новых встреч! Напоминаю, если вы дизайнер, и у вас есть крутые реализованные проекты, или вы самостоятельно сделали классный ремонт в своей квартире, и хотите показать его нашим зрителям, то пишите мне в телеграм, он указан в описании под выпуском. Мы придем и снимем вас в рум-тур. Продолжение следует...